В поле концертного зала «Сибирь», куда на традиционный августовский пиццовет съехались учителя со всего края, кадеты на скорой собирают автоматы, курсанты-летчики плетут тактические браслеты для выживания. И такие мастер-классы проводят не случайно. Они, что называется, в тему преобразований, которые ждут школы уже с нового учебного года. Так, с сентября учащимся 8-11 классов будут преподавать новый предмет – основу безопасности и защиты Родины. 125 школ уже оснастили полным комплектом оборудования. Это жгуты и бинты. Это тренажер-манекен для проведения сердечно-любочной реанимации. Это стрелковый тир электронный. Это полногабаритный макет автомата Калашникова с магазином и набором патронов для обучения сборки, разборки и владения оружия. И это также еще средства, связанные с тактикой ведения стрелкового боя. Это оружие, это соперная опадка. А еще противогаз, респиратор, газоанализатор и дозиметр для радиационной защиты. Все это, говорят специалисты, поможет школьникам овладеть навыками безопасного поведения в экстремальных ситуациях и при военных угрозах. Но прежде такой опыт приобретут сами учителя. Больше восьми сотен алтайских педагогов УБЖ уже прошли теоретический курс, а осенью на базе одного из спортивно-оздоровительных лагерей для них проведут практические занятия, в том числе обучат базовым навыкам управления беспилотниками. Сложности возникают, конечно, у педагогов, которые не имеют собственного практического опыта. Те педагоги, которые уже не первый год работают учителями УБЖ, имеют собственный опыт, например, службы в вооруженных силах, конечно, эти навыки даются более легко. Сложности возникают еще, конечно, у тех педагогов, которые у нас совмещают введение какого-либо предмета и предмета УБЗР. Поэтому для них, конечно, такая подготовка особенно важна. Другое новшество этого учебного года – труд. Прежде курс назывался «Технология». И это не просто смена названия, говорят специалисты, а кардинальное изменение его содержания. Кроме навыков работать руками, школьников будут обучать основам компьютерной графики и черчения, робототехники и 3D-моделирования. Основной упор на практику, не на теорию. Был прикладной труд в свое время, да, потом стала технология, которая стала изучать технологию материалов, их совместимость. А сейчас есть попытка объединить, ну не попытка, а теперь уже внедрение в жизнь объединить теорию и практику. И вот эту практику несколько расширить. Другие нововведения – запрет телефонов и умных часов на уроках, право делать замечания ученикам и, возможно, единая школьная форма. Так один из депутатов Госдумы на днях предложил ввести ее в стиле императорской России. Но, как заметило Алтайское педагогическое сообщество, главное не стиль. Куда важнее ее комфорт и удобство в носке для ученика и доступность по цене для родителей. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.